Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня пятница, 19 мая, и мы с вами прочитаем отрывок из книги «Деяния святых апостолов» 15 главу с 5 по 34 стих. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, говорили, что должен обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгому рассуждению Петр встав сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог из дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, не положил никакого различия между нами и ими, веру и очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Да умолкла все собрания и слушала Варнава и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним, согласно слову пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам, скиню Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомо Богу от вечности все дела его». «Во всему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Закон Моисеев о древних родах по всем городам имеет проповедующие и читается в синагогах каждую субботу. Когда апостолы и пресвитеры со всей церкви рассудили, избравшие среди себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой, именно Иуду, прозываемого Варсаву, и силу мужей, начальствующих между братьями, написавшие и вручившим и следующее. «Апостолы, пресвитеры, братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. По великому услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами, поколебали ваши души, говоря, что должен обрезваться, осуществлять закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодужно рассудили, избравшие мужей, послать их к вам с возлюбленным нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагает на вас никакого бремени, боли, кроме всего необходимого. «Воздерживаться от идола жертв, но и крови, удавленные, блуда, и не делая другим того, чего себе не хотите, соблюдая себя хорошо, сделайте, будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и собравшись людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались о всем наставлении. Иуда и сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и твердили их. Пробывшие там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Так, братья и сестры, мы прочитали очень пространный отрывок сегодня из 15 главы и очень важный. Дело в том, что вот тот самый мостик между язычеством, языческим миром и иудейским миром, между античностью и Ветхим Заветом, он начинал состроиться уже, как мы говорили, потихонечку, шаг за шагом, через откровение Петру о том, что не надо ничего почитать нечистого, через призвание Павла, через схождение Духа Святаго на сотника Корнилия, через проповедь Павла и Варнавы на языческих территориях. Собственно говоря, мы слышали, что вот на этом собрании, на этом так называемом апостольском соборе, там были и пресвитеры, кроме апостолов, как раз слушали внимательно рассказ о первом миссионерском путешествии апостола Павла со своим спутником Варнавы. Вот именно этот собор, это собрание уже определило, скажем, на уровне некого документа, самого, может быть, первого документа в истории христианской церкви, где говорилось о том, что не надо обязывать язычников соблять закон Моисея. Это был очень серьезный прорыв, поскольку, повторю, это было общее собрание, это был собор, это было соборное решение, можно сказать, написанное на бумаге, документ. Вот. Ну, сначала мы почитаем еще раз, увидим, как все начиналось, да, когда, тут мы начало 15-й главы, правда, пропустили, мы знаем, что апостол Павел и Варнава вернулись в Антиохию, да, после своего путешествия. И мы видим, что здесь произошло некое разногласие все-таки, да, о том, как делать. Вот четвертый стих, да, почитаем, предшествующий пятому. По прибытию же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолам и пресвитерам, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст дверь веры язычникам. То есть на все эти возмущения Павел и Варнава отвечали тем, что рассказывали о том, как оно происходило, когда они проповедовали Слово Божие на Кипре и в Малой Азии. Но, тем не менее, нашлись противники, конечно же, Иерусалиме. Тогда восстали некоторые с фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблять закон Моисеев. Немножко совсем понятно. Здесь слово ересь, да, потому что некоторые с фарисейской ереси уверовавшие, что разве существовало уже внутри христианства ересь под названием фарисейство. Ну, конечно, фарисейство существует в любой религиозной традиции, как некое лицемерное поведение, да, потому что фарисей уже стал словом нарицательным, но это нельзя назвать ересью как таковой в нашем нынешнем понимании, неким идеологическим, теоретическим, доктринальным заблуждением. Наверное, более понятно, правильно было бы перейти так, что некоторые из уверовавших во Христа фарисеев, вот те как раз возмутились, да, потому что фарисеи – это была иудейская партия, и некоторые из этих фарисеев, бывших иудеев, приняли христианство, приняли Иисуса из Назарета как мессию, но при этом не отказались от своего фарисейского образа жизни, от тщательного соблюдения закона Моисеева. Дело в том, что слово ересь изначально, вот здесь оно как раз так и употреблено, по большому счету, и тогда нам станет сразу все понятно, если сейчас мы попытаемся это объяснить, слово ересь – херао, греческий глагол, херао означает избирать, выбирать, то есть ересь – это некий избранный образ мысли и образ жизни. Человек избирает себе некую позицию, некое мировосприятие, некую практику, некую ересь, сказали бы, да. Вот фарисеи избрали себе свою ересь, саддукеи – свою ересь, месеи – свою, да, то есть каждый избирает себе некий, повторю, образ жизни, образ мысли. Вот здесь как раз фарисейская ересь как раз это и обозначает. То есть те люди, уверовавшие иудеи, которые при этом по образу жизни, по образу мысли являлись фарисеями. Вот какой смысл этого слова был тогда. Со временем, конечно, когда начались споры, дискуссии, соборы и прочее, прочее, слово ересь из такого нейтрального слова, да, с нейтральным смыслом. Ну, ересь просто как образ мысли, да, вот, допустим, кто-то мыслил о Христе так, а кто-то мыслил так. Это была, скажем, одна ересь, это другая ересь. То есть это один образ мысли, а это другой образ мысли. Но со временем слово очень прочно обросло негативным оттенком, да. То есть когда стали говорить, это ересь, это еретик, причем не только уже в богословском смысле, а сейчас мы даже на уровне обывательском, бытовом говорим, это ересь, да, то есть ты говоришь ерунду, ты говоришь неправду, нечто неправильное, ты заблуждаешься. Да, со временем слово приобрело именно негативный оттенок. И уже ересь действительно стали называть заблуждение, нечто противоречащее правильным размышлениям, правильным рассуждениям. Еретик – это тот, кто придерживается неправильного суждения, да, там, допустим, еретик Арий, еретик Несторий, еретик Евтихий. Вот так иногда слова меняют свой смысл, но нужно всегда пытаться понять, что они означали именно в то время, когда употреблялись. Ну, очень длинный отрывок, но смысл его в том, чтобы действительно не обременять язычников исполнением закона Моисеева. И на том, и, в общем-то, порешили, можно это еще раз почитать, братья и сестры, вдуматься в прочитанное. Но смысл, в общем-то, именно это – документально зафиксированное равенство во Христе иудеев и язычников. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из книги «Деянистых апостолов» с 15 главу, с 5 по 34 стих. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключена великая отрада, утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова